Приветствую, дорогой друг! Добро пожаловать на первую встречу культа. Не забудь поставить лайк, а мы начинаем! Выставка «Незваные гости» в галерее Бизон. Встреча клуба «Лучше обсудим книги» в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Поэтический вечер в литературном кафе «Калитка». Галерея Бизон представила проект «Незваные гости», участниками которого стали художники из разных уголков России. О задумке проекта и его воплощении далее в сюжете. Здравствуйте! Сейчас мы находимся в Казанской галерее современного искусства «Бизон» на выставке «Незваные гости». Дамир Муратов с помощью своих работ наталкивает зрителя выставки на размышления о времени с помощью советских образов. Творческий путь Рината в Олегамсе очень непрост, полон кризисов и переосмыслений. Задача художника – показать самый глубокий смысл через искусство. Василий Слонов убежден, что он истинный противник эпатажа. Он борется с обыденным мышлением, используя язык авторских мемов. Не каждому дано понять смысл произведений авторов с таким необычным подходом к творчеству. Однако просмотр картин поможет развить креативное мышление, и каждый человек увидит для себя свой смысл. Пользуйся ли популярностью выставка и можно ли приобрести картины? Выставка пользуется большой популярностью, потому что это совместный проект с Москвой, галерея 11-12, поэтому желающих попасть, конечно же, много. Все картины можно приобрести. Почему вы решили посетить эту выставку? Мы приехали в гости в Казань к семье и решили как-то интересно провести время, и решили пить сюда. Здесь есть интересные оригинальные картины. Может быть, немножко маленькая галерея не так долго понадобилась времени, чтобы ее обойти, но в целом нам понравилось. Мне понравилась больше всего картинка. Так жители или туристы Казани смогут погрузиться в атмосферу современного искусства с 10 февраля по 3 апреля. Также билеты можно приобрести по Пушкинской карте. С вами была Анастасия Огородникова и Анастасия Белова. Специально для культа. Вокбал, известный своим вкладом в оккультуру, во второй раз прошел в Казани с 18 по 20 февраля. В программу события вошли мастер-классы от вокмастеров, опентолк в экстрим-парке Урам, преопатия в арт-пространстве Верк, а также сам вокбал, на котором вогеры со всей России посоревновались между собой в нескольких номинациях. Для людей, не имеющих возможности побывать на мероприятии, проходила прямая трансляция на YouTube-канале события. 23 февраля в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялась встреча клуба «Лучше обсудим книги». На встрече обсуждали книгу «Американские боги» Нила Геймана. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Совершенно недавно в Казанской национальной библиотеке открылся книжный клуб «Лучше обсудим книги». Создать его было инициативой двух юных девушек Юлии и Наргиз, а директор библиотеки Мадина Тимирзянова поддержала их идею. Они также объяснили, что делают это в свое свободное время и не берут денег за данное мероприятие. Каждый желающий, кто увлекается чтением книг, может прийти, обсудить их или же просто послушать, что думают о вашей любимой книге другие. 23 февраля 2022 года в книжном клубе обсуждали такого известного автора, как Нил Гейман и его книгу «Американские боги». Было много, кто говорил положительные отзывы, высказывали свое мнение и просто делился впечатлением о прочитанном. Книжный клуб «Лучше обсудим книги» — это ваша возможность начать читать осознанно, с анализом и с последующим обсуждением. С вами была Анастасия Белова, специально для Культ. Центр современной культуры смены традиционно устраивает показ лучших фильмов Лондонского фестиваля независимой анимации. На этот раз в подборку вошли картины художников-аниматоров из Европы и Азии. Показ пройдет в два дня — с 24 по 25 февраля. Вход на мероприятие — 200 рублей. Во вторник, 22 февраля, в литературном кафе «Калитка» прошло еженедельное мероприятие «Лаб Уч», в ходе которого участники прочитали стихотворения собственного сочинения и обсудили их с залом. На мероприятие побывали наши корреспонденты. В принципе, для меня будет всегда синоним, ощущение проектизма, жизни. Для каждого творческого человека важно найти своего слушателя и единомышленника. Такая возможность есть в казанском литературном кафе «Калитка», где проводится поэтическая лаборатория. Прежде всего, лаборатория поэтическая подразумевает под собой работа с поэтическим текстом. Любой человек, автор приходит, происходит обсуждение по кругу, то есть каждый высказывает свое какое-то мнение, выслушивает друг друга, ну и предусмотрена какая-то теоретическая часть обязательно, то есть происходит обучение там. Первая часть вечера, теоретическая, по инициативе Эдуарда Учарова, была посвящена тексту поэта Леонида Губанова «Ван Гог», в котором возникает образ трагического мастера. Участники поделились своим мнением, разобрали анализ стихотворения, поговорили об атмосфере в произведении, биографических циклах, литературных приемах и рифме. После теоретической части авторы прочитали стихи собственного сочинения и обсудили их с остальными, чтобы улучшить качество произведения. Во-первых, тут все поэты, в принципе, не очень по своей истории, своим путем, у всех какой-то есть опыт, кто-то может чему-то научить, на что-то указать, какие-то ошибки исправить, это очень полезно. Я, в общем-то, не умею писать стихи, в общем-то, правда, у меня выходит с трудом, но эти березы, эти перегрихи, и звездочки эти внушают надежду, при том, и областна судьбой, и все у меня это есть, но не живется чего-то, и в этом суть. Каждый желающий, кто хочет показать свое творчество и усовершенствовать литературное мастерство, может посетить поэтическую лабораторию. Вход на мероприятие свободный. Аделя Минулина, Анастасия Белова, специально для Культ. На этом наш выпуск подошел к концу. В студии была Александра Соломатина. До встречи через неделю. Можешь подкинуть водички, я пить хочу? Спасибо. Работаем, ребята. Работаем. Ты бы... Даже от одной, разбирайся, что со мной. Блин, вот этот кадр мне нравится больше, чем мое лицо. Там цифра вот тут вот. Творчество. Смогут погрузиться в атмосферу современного искусства с 10 февраля по 3 апреля. Береты также можно приобрести...